Ну и так, после последнего опубликованного видео я записал видео, вернее попытался записать видео, где проверял боеспособность работорговцев. Боеспособность, конечно, на высоте у работорговцев. Два раза взял более чем 25 пленных, просто 25 это то количество пленных, которых я могу сейчас взять. Ага, но видео не записалось, ну черный экран, звук и черный экран, даже нечего, короче я его удалил и сейчас я запишу еще одно видео по проверке рабоеспособности, боеспособности работорговцев. Вот так вот. Сейчас я попробую в Париже продать, там правда последний раз не было этого, как его называют, посредника. Ну попробую продать. Может быть появился. Опять грязное животное. В прошлый раз я сюда заходил, здесь было грязное животное. Теперь опять грязное животное. Да, ну все, кроме грязного животного здесь больше никого нет. На рыночную площадь, к оружейнику и продать. Я здесь в прошлый раз тоже в рамках пробования набил этих работорговцев, а вот Геральдический щитлана я оставлю. Значит, купил себе новую кувалду, тяжелый большой молот. Но опять же, это все осталось в том виде. А, еще взял у этих самых, у, как их называют, у живодеров, у живодеров взял, значит, азиатские стрелы, плюс 7 к урону. Да, ладно, сколько есть. Тоже нищета. И, значит, дал пьерик, пьерик дал. Вот дал ей, выбил две брони, пластинчатых с этих самых. И азиатские стрелы, 60 штук, плюс 7 к урону. Красотища. Короче, взял эти стрелы, дал ей. Ее стрелы отдал, по-моему, Мишелю. Ну, такой вот. Ну, сейчас, значит, поеду в Орлеан. Может, там есть, кому продать. Это печально, что я не могу взять. Работорговцы, конечно, на высоте. Я прям в восторге от этого всего. Правда, я потерял в двух боях двух-двух человек. Последние работорговцы, живодеры эти убили. Вон, 75 живодеров. И сейчас я их, наверное, побью. Если продам, конечно, этих. Тут только странствующий трубадур. Ну, вот. На рыночную площадь. Торговцу с оружием надо тяжелая булава. Одноручная, за 450. Я возьму ее. Я возьму ее. Да. Эту тяжелую булаву. Она бессильная. И, короче, я ее дам сейчас кому-нибудь. Уйти. Отряд. Ну, дам я пьерик, наверное, пьерик. Это первая, кто. Чужую булаву. О, у нее я возьму зазубриную. 38. Так. И кто там у нас? Мишель. Поговорить с Мишелем. То есть, снаряжение. У него боевой меч 37. Зачем я тебе дам зазубренную булаву? Боевой меч. Так. Готово. Ну, вот. В Орляне тоже некому продать. Ну, едем в бурж. Бурж. Что же делать в бурж? Посещаем таверну Буржа. Опять грязно. Продавец к ним. Я думал, опять грязное животное. Уже надоели. Оружейникам. Ну, это сейчас начнется беганина. Опять ищи, кому продать. Ищи, кому продать этих. Пленных. Тяжелый, боевой, железный молот. Двухручная. Да нет. Это не то. Нам такое не надо. Уходим. Ну, что тут ближайшее к буржу. Бурж. Платье. Тур. Поедем в тур. Посетим таверну в туре. Рено. Наемный всадник. Организатор боев. Давайте возьмем Рено. Что вы так дерзки. В силу своей работы. При этом не очень люблю трепать языком. Я бывший палач. Хорошо. Прекрасно. Хочу подкопить монеты. И пораньше уйти на заслуженный отдых. Может на поле боя вы будете так же устрашающие, как и в рассказе. На войну и в бой. Это нормально. Главное, что после боев можно собрать кучу трофеев. Хорошо. Не так ли? Да, можно. Я тут задолжал тракции. Или 500 IQ. Хорошо. Вот вам 500 IQ. Отлично. Все. Он нанялся. Так. На рыночную площадь к оружейнику. И смотрим, что у нас тут есть. Ничего у нас тут. Нема хорошего. В крайнем мире я не вижу. Может и есть то, что я не вижу. Но, внимание, ничего тут хорошего. С купцом поговорим. Купец. Скупец. Купим вот это яблок. Каких-то тут такое вот. Виноград купим. Назад. Вернуться. И уйти. Посмотрим, что этот Рено из себя представляет. Рено. Ну-то он еще и верхом. Поговорит с тобой. Рено. О ваших навыках. Если в силы. У этого Рено. Мощного выстрела нет. У владения оружием 90. Короче, этот Рено. Такой себе. А, ну еще раз посмотрим, что там можно. Это лох, короче. Конкретный лох. На ваше снаряжение. На тебе, боевой меч. На тебе, геральдический щит. Вот это все. Что я могу для тебя сделать сейчас? Не важно. Будешь ты Рено этим конницей. Будешь ты Рено... Ну, ладно. Лох так лох. Что теперь сделаешь? Едем в Пуатье. Посещаем таверну Пуатье. Куда эти все делись? Ну, это начинается. Аркебузьер. Рыночную. Второе самооружие. Продаем вот это. Тяжелый Маринштерн. Так нужен этот тяжелый Маринштерн. Тяжелая железная булава 24. Не годится такая булава. Назад. Вернуться. Уйти. Когда-нибудь я начну изучать эти города. Конечно. Но едем в Лимош. Что же делать? Посещаем таверну. Вот Руа из Шербурга. А ну посмотрим. Приветствую. Да, к чему этот вопрос? Я инженер. Изучаю, строю осадный механизм. Хорошо. Да. Пригодитесь. Хорошо. 300 IQ. Вот вам 300 IQ. Хорошо. Все. На рыночную площадь торгуют с оружием. Что у нас тут торгуют с оружием? Предлагает. Тяжелая кувалда. 38. Скорость 81. Вот эту кувалду я возьму. У нее 12 сил. Я кому-нибудь ее дам. Еще кувалда. 11 сил. 36. Тоже кому-то дам. Зазубренная булава. Тоже пойдет. Ну такое вот. Понабирал. Не знаю чего. Потратил 4000. Неизвестно куда. Уйти. Отряд. Перик. Поговорить. На ваше снаряжение. У вас по-моему 12 сил и перик. Вот он. Зачем ей такая кувалда, когда у нее одноручная 41. Не. Это уже будет давать этим. На нас из Бордо поговорить. О ваших навыках. 11 сил. Хорошо. На ваше снаряжение. У вас зазубренный пернач. Бестолковый. Я вам дам кувалду. Толковый кувалду. Духручную. Так. Рено. Поговорить. В ваших навыках. У вас 10 сил. На ваше снаряжение. Вот вам зазубренная булава. Одноручная. Правда у ней досягаемость 59. Ну то шо ж. Выращивайте по длине руки. Не важно. И кто там у нас еще. Готфруа. Готфруа. Ну этих я всех оставлю конечно. В этом самом. Ну просто надо туда доехать. А у ваших навыков. Готфруа. 9 сил. А? На ваше снаряжение. Что ему на 9 сил дать? Ну на вот эту штуку. Назад. Не важно. Окей. Юли Мош. На рыночную площадь. Тороются оружием. И здесь мы вот это все. Продадим. Не. Наверное надо все таки тому дураку оставить. Этот меч. А то действительно. Что он с лошади там будет доставать? Или ну этот. Поговорить. На ваше снаряжение. На тебе меч. А вот эту. Зазубренную булаву. Я дам этому вот. Готфруа. На ваше снаряжение. Да. Вот зазубренная булава. Все. Не важно. Готово. И надо сходить в лагерь. В красную палатку. Там я отложил кое-что. В красной палатке. Не понял. Другая сцена лагеря просто. И заспаунился. И сундук переместился сам. Восемь. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Так. На троих. А их там трое или нет? Ну я не знаю. Рукавицы. Шапки. Что там еще? Баклеры. Ну все. Продолжить путешествие. И с этим отрядом. Вернандзе с Бордор. А их двое. Рено. Поговорить. Новое снаряжение. Рено. Те златные рукавицы четыре. На тебе тридцать сапоги. Шапку тебе пятьдесят. Вот так вот. Хоть на что-то будь похож. Неважно. Вот фруау. У фруау девять силы. Вот тебе баклер шмаклев. Вот тебе такую шапку. Вот тебе такое вот. Рукавицы. Наверное, что надо какие-то ему ботинки. Вот такие ботинки. Вот фруа. Окей. Опять в лагере. Опять осмотреть лагерь. Ну, мы уже на рыночной площади продадим все это. Вот. За сто пятьдесят девять копеек. Вернемся назад. И уйти. Значит, это тут. Рено. Это у нас конница. Отгрува у нас пехота. Все. Так. Ну, сохранюсь. Так. Пленных я так и не продал. И не знаю, куда с ними ехать дальше. Уже я не знаю. Или в этот угол, в Бордо, в это. Или сюда, в этот Дижон. Тут же дальше как-то. Ладно, поедем здесь вроде как-то больше городов. Бурж. Не, едем сразу, наверное, в Дижон. Дижон. Королевство Франции объявляет войну фракции Королевства Англии. Королевство Франции это просто Королевство Франции. Англия это фракция Королевства Англии. В таверну в Дижоне. На фаст-тревеле мы проскочили. О, есть посредник. Наконец-то. Семьи нет денег. Да сколько они тут шо, спаунятся? Непонятно как. Все, готово. На рыночную площадь роются оружием. Ну, здесь тоже есть что-то зазубренное. Вернуться и уйти. Ну, вот. Грабители. Грабителей мы не будем. Нам надо живодер. Вот, 59 живодеров. Это как раз такой вариант, который нам подходит. Ага. А, что такое? Удача твоя кончилась. Ничтожество. Атаковать противника. Все. Держать позицию. Стрелки продвинуться. Стрелки продвинуться. Рассыпаться. Подождем, пока подбегут поближе. Ну, я уже проверял боеспособность. Я же говорю, но для того, чтобы продемонстрировать все-таки, да, что какая у меня боеспособность. О, лошадь получила 8 урона. Вот так вот конница. Вот так вот прихота. А стрелки продвинуться. Все, я слаживу с лошади. И, ну, сейчас тоже помогает работа рву. Стрелки продвинуться. Стрелки продвинуться. Стрелки продвинуться. но как вы видите деятельность работорговцев выше всяких похвал тут такие вещи которые охотничий лук есть наконец-то какой-то охотничий лук но у нас нету стрел уже вдвое работорговцев ранено ну зато я ж говорю уже можно ехать опять дижон опять дижон опять продавать если еще не убежал этот их как это называется ух ты господи ну как я кричу неправда я так не кричал шум они под они украли у меня 600 70 660 собаки бешеные ну че сейчас мы набьем на них доставай кошель готово на рыночную площадь мы будем продавать все это в общем это нам ни к чему вот охотничий лук оставим может быть следующий раз кого-то упадут стрелы из этих живодеров мы дадим кому-нибудь лук уйти на прекрасно эти живодеры короче так а где ж их не палатки тут находятся это не здесь это не здесь ну все едем искать живодеров опять мстить они только что напали на меня ночью негодяи да пирик переходит на седьмой уровень пирик поговорить с тобой пирик о твоих навыках пирик 13 силы ага мощный удар и стрельба из лука для будет 124 окей не важно ну да мстить короче за ночное нападение мы уже будем в следующем видео да ну а пока что все то то